Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Григорий Андрианов. И сегодня я вам расскажу о новинке фонда Дворца Книги, книги Собибор, хроника восстания в лагере смерти от коллектива авторов. Собибор – это одна из самых жутких трагедий 20 века. Это лагерь смерти, который был построен на территории оккупированной Польши. За полтора года его существования там было убито свыше 250 тысяч человек. В основном это были евреи европейского происхождения, но были и советские военнослужащие. Лагерь был закрыт после восстания 14 октября 1943 года. Восстанием руководил офицер-красноармеец Александр Печорский. Он был сыном адвоката, адвоката еврея. Он закончил университет, работал на заводе. И когда началась Великая Отечественная война, он был призван и участвовал в боях с самого первого дня ее войны. В октябре 1941 года Александр Печорский в бою был ранен и попал в плен к немцам. Он пытался сбежать, но его поймали. И когда охранники узнали о его еврейском происхождении, то он вместе с другими советскими военнослужащими евреями был отправлен в лагерь Собибор. Когда он прибыл туда, там уже существовало подполье и готовился побег. Александр Печорский возглавил его. Им удалось уничтожить часть охраны, но до оружейного склада они добраться не смогли. Им пришлось пробиваться через минные поля и скрываться в лесу. Нацисты отправили за ними погоню, практически всех поймали и уничтожили. Причем уничтожили они не только тех, кто участвовал в восстании, но и других. До конца войны дожило всего 53 человека. В этой книге рассказана история подвига Александра Печорского. Она рассказана сухим голосом фактов и документов. Здесь собраны уникальные фотографии из архива Печорского и других частных собраний. В этот день в городе Минске, который еще стонал под сапогом немецких захватчиков, по широкой улице в СС Арбецлагере в 4 утра было большое оживление. Сквозь тьму осенней ночи трудно было рассмотреть лицо коменданта лагеря, немца Вакса. Его худощавое лицо со слегка прищуренным левым глазом подергивалось судорогой. Правый глаз, красный, прикрытый мутной пеленой от ночного кутежа, бегая вокруг, подыскивал очередную пищу для своей плети, находящегося в вечной его правой руке. В это утро, 18 сентября 1943 года, он был особенно ласков. Его рука гораздо мягче опускалась на согнутые спины униженных людей. Она как-то эластично скользила по лицам стоявших в длинной очереди людей. В это утро не было слышно резкого свиста, опускающегося из щеплетий. В это утро не было слышно крика забитых людей. В это утро не было видно кучи человеческих тел, корчевшихся в смертельных судорогах, облитых кипящей водой. В это утро не было кучи человеческих тел, искусственных немецкими овчарками. В это утро не было видно следа культурной немецкой садизма. В это утро была видна только большая толпа женщин, детей и мужчин. Стоящих каждый со своей котомкой в очереди за пайком хлебом. Огромная толпа свыше двух тысяч евреев стояли с поникшими головами и слушали коменданта немца Вакса. А Вакс, небрежно помахивая плетью, пропитанным голосом резко выкрикил. Сейчас в машинах вас всех повезут на станции. Вы сядете в вагоны и поедете в Германию. Там вы будете работать. Гитлер специалистов-хевреев не убивает. А вы все специалисты. Значит будете все работать и жить. Вы будете. Во двор въехали большие машины. На каждой было по 8 человек латышей, вооруженных автоматами и гранатами для охраны женщин и детей. А группу военнопленных евреев под большой охраной повели пешком. На станции по 70 человек загоняли в маленькие вагоны. Женщин, детей, мужчин, всех вместе. Окна были забиты и двери снаружи заперты на замок. Четыре дня поезд продвигался вперед. Сменялись паровозы, сменялись рабочие бригады. Менялась природа, уходила родная советская земля. Начиналась Польша. За ней Литва, затем снова Польша. Только двери вагонов крепко прикрыты. И две тысячи человеческих жизней сидели четверо суток без хлеба и воды. Они не имели возможности не только лежать, но и сидеть. Стоя, приезжавшись друг к другу, они мерно покачивались в ритм уходящего от их родины поезда. На пятые сутки поезд медленно подходил к одному из польских полустанков. На белом щите крупным шрифтом было написано «Сабибор». Вокруг этого полустанка стоял лес. С левой стороны был виден забор, состоявший из четырех рядов проволочного заграждения. Поезд провели на запасной путь. Давая задний ход, паровоз медленно подталкивал вагоны к воротам проволочного заграждения, над которым висела большая вывеска с надписью «Зондеркоманда». Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Очень хорошая книга, основанная на фактах, подтверждающих подлинность событий о подвиге Александра Печорского. Чувствуется, что проделана большая работа по сбору документов и фотографий. К сожалению, по достоинству оценили подвиг только после смерти героя. Дали его имя на Граде и улице. Рекомендую к прочтению всем. Это книга о Сабиборе, история о его жертвах и палачах, рассказанная языком фактов. Она затягивает и заставляет даже взять в руки лупу, чтобы почитать документы, рассмотреть фото, представленные на страницах. Сабибор – одна из страшнейших глав в истории Второй мировой войны. Лагерь, где было убито так много людей. В этой книге рассказывается о восстании предшествующих ему событиях глазами Александра Печорского. Сам рассказ небольшой. Большую часть книги занимают документы, письма, статьи, фотографии. Книга очень нужная. Люди не должны забывать ужасы войны, всю ее боль, чтобы такого не повторялось. Низкий поклон всем ветеранам, участникам войн. Вечная память тем, кто не вернулся. Пустив состав с человеческими жизнями, ворота быстро были закрыты, чтобы оттуда не вышла тайна Сабиборовского лагеря. 23 сентября в 9 часов утра люди, бледные и измученные, медленно выходили из вагонов на площадку. Из белого домика показалась группа немцев, состоявшие из 11 офицеров с 11 плетьми. Впрочем, плеть являлся вечным спутником немецкого офицера. Это признак немецкой цивилизации. Это признак немецкой культуры. Это сила гитлеровского офицера над слабосильными женщинами и детьми. Вперед вышел толстый немец, огромного роста, обершафер Франц Клейн. Его большие стеклянные глаза, мертвым взглядом пристально вонзали за бледную толпу женщин и детей. Широко расставив ноги, помахивая плетья, он показал на группу военнопленных. Ком-ком! Они медленно подошли к нему. Выбрав из этой толпы около 80 человек, он проводил их во второй двор, который был отгорожен проволочными заграждениями. По другой стороне проволоки были видны бараки. Между ними незаметно скользили человеческие тени. Незаметно они всматривались в пришедшую группу. Незаметно с грузки смотрели на оставшиеся по ту сторону проволоки 2000 женщин и детей, ожидавших работу, ожидавших свою судьбу. Обершафер Франц ушел обратно. Группа военнопленных села в ожидании. Что будет дальше? Прошло 50 минут. Вот маленькая двухлетняя девочка со своими крошечными руками хватается за мать. Ей страшно от дикого крика тысячи человеческих голосов. Она тянется к матери на руки. Но мать давит ее все ниже и ниже к земле, чтобы клубы черного дыма позднее дошли до ее крошечного ребенка. Она, бедная мать, задыхаясь, легла на землю, прикрывая с собой свою маленькую крошку, думая своим телом защитить свою дочь от газа. Но черные клубы дыма все быстрее пробивали сквозь материнское тело. И бедная крошка, хватаясь бессильными ручками за черные клубы дыма, ища в них воздух, ища в них спасение. Но ничто не могло ее спасти, ибо она согрешила. Согрешила перед немецким правительством. Преступление ее было слишком велико. Двухлетний ребенок не смог сделать только одно преступление. Это родиться евреям. Секундная стрелка на часах завершила свой 14-й круг, когда начали стихать человеческие крики. Две тысячи человеческих жизней остановили свой тяжкий путь, когда секундная стрелка продолжила свой 15-й круг. Материалы книги вошли в основу сюжета фильма «Собибур», режиссером и исполнителем главной роли которого стал Константин Хабенский. Узнать больше о восстании, которое произошло, и о подвиге Александра Печорского, можно из книги «Собибур. Хроника восстания в лагере смерти». Найти ее вы можете в Центре чтения Дворца книги. А вы читали книгу «Собибур»? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok